В ожидании звонка на перемену построилась вся команда. БК Одесса первыми встречают физруки 71-й школы. Одна из них легендарный тренер Зоя Лесная, воспитавшая Пудзерея, Усенко, экс-игрока НБ и капитана сборной Кравцова, Агафонова и многих других. Это потрясающе, это вне всяких нет слов, одни эмоции. Эта школа считается баскетбольной. Много лет я работаю в этой школе, тренирую команды. Детки, ведущие места в городе, они имеют. На сегодняшний день лидируют. И мальчики, мальчики младшие и девочки лидируют. Встречали баскетболистов хлебом, солью и стихами. Идея вообще уникальная. У нас получается через наши социальные сети. Обратился директор школы, на играх подошли ребята с родителями, попросили, возможно ли, чтобы команда приехала в школу, в гости. Честно говоря, было удивительное предложение, но учитывая новогодние праздники, все-таки мы решили, что у детей должно быть чудо. И мы приедем к ним. Настоящий мастер-класс для детей от игроков баскетбольного клуба Одесса. В 71-й общеобразовательной школе их встретили как настоящих звезд. Интересные вопросы, полезные советы и слэмданки. Такой движ дети запомнят надолго. Сами игроки будто бы вернулись в детство. Они играли и дурачились со школьниками. Особенно веселились американские легионеры Браун, Месси и Фризен. Но кроме того, профессионалы поделились секретами техники, бросков и пасов. При этом они отметили, что ребята уже играют на неплохом уровне. Об этом говорят результаты на городских соревнованиях. Большие молодцы. Я так понимаю, что большинство из них, даже если занимаются баскетболом, только на уроках физкультуры. И в целом все умеют бросать. Одним из самых позитивных моментов встречи стало общение в формате вопрос-ответ с детьми. Звучали такие неудобные и каверзные вопросы, как ходите ли вы в ночные клубы и нравятся ли вам украинские девушки. Из ответов игроков можно отметить, что Ромел Браун, если бы не стал баскетболистом, был бы шеф-поваром. А Клим Артамонов случайно стал тренером. В общем, посмеялись на славу. Как вы стали тренером? Держите. Случайно. Так получилось. Очень нравится мне баскетбольная команда. Они мои кумиры. Я хочу стать так же, как они профессионалом. Мой кумир – это Артамон. Мне больше запомнился американец. Мне просто нравится с американцами общаться. И мне очень нравится баскетбол. Мне очень сегодня запомнился момент, когда Ромел Браун отвечал на вопросы любые. Какие бы они ни были, нелепые, лепые. Он все равно отвечал. Вот таким людям здоровье им. Руководство и тренеры клуба пообещали, что такие встречи со школьниками станут регулярными. А всех детей пригласили посещать домашние матчи. Это очень важно, потому что в мое время в школу никто не приходил. Не было таких игроков, команды не приходили. Это очень важно для детей. Потому что когда ты приходишь, у них появляются эмоции. Сразу же после этого они начинают записываться на какие-то секции. Не знаю, идти во двор, играть. У них появляется много эмоций. Это очень нужно делать, это очень полезно. Это очень приятное начинание от руководства этой школы. Честно врать не буду, не знаю, кто энтузиаст, кто придумал эту идею. Мы с удовольствием откликнулись и готовы и в дальнейшем, скажем так, участвовать во всех таких начинаниях. Очень понравилось, очень позитивные ребята. Видно было, что готовились к встрече с нами. Очень приятные, великолепные вопросы. Я думаю, что и ребятам понравилось, и игроки наши через такое живое общение с детьми получили массу полезных и приятных эмоций. Ближайшую игру БК «Одесса» сыграет дома в субботу против «Химика». Дмитрий Богомолов, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».